Откровение. Мое новое любимое подземелье в Destiny 2. Стало доступно в игре со стартом этого сезона. Это подземелье доступно для всех игроков, однако оно потребует немало внимания и слаженной командной работы. Потребует хорошо прокачанного персонажа, но подарит незабываемые впечатления. Мы отправились в подземелье на стриме сразу, как только оно стало доступно для игры. На момент начала задания у меня был уровень силы 1028, а у моих тиммейтов 1032 и 1023. Рекомендуемый же уровень силы самого задания 1040 единиц. Это кстати базовый рекомендуемый уровень. На последнем этапе испытания эта цифра вырастет и уровень силы на боссе будет равен 1060 единицам. Но если вы будете точно знать, как действовать на каждом этапе, хорошо понимать механики испытания, то у вас не возникнет проблем даже, наверное, на 1021 единице силы. Уж до этапа с боссом точно. Ну а чтобы вы точно все и хорошо знали и разбирались, я, Джонни Лейне, и записываю это видео. Но прежде чем мы начнем, небольшое спонсорское сообщение. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Ты можешь проверить сам, а по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь назад к видео. Я рассказал о рекомендуемой силе, но не рассказал о рекомендуемом снаряжении. Ну что ж, я, например, пробежал все подземелье с этапом Горная вершина, Паук, Отшельник и Анархия. Оригинально и неожиданно, да? Но если у тебя нет этого оружия, то вполне сойдет хорошая снайперская винтовка в первый слот, любой пистолет или пистолет-пулемет с нормальным роллом и экзотический пулемет ксенофаг в третий слот. У нас в команде было две Горки, одна Анархия, два ксенофага и одна снайперская винтовка. Иногда мы пробовали менять пушки, но обычно все возвращалось на место. Для урона по финальному боссу Анархия показывала себя отличным образом. Ну а из классов и подклассов мы играли в два Охотника и одного Титана. Купол помогал пережить шквал огня, а стрелы Охотника выручали на зачистке толп мобов. Не уверен, что кладезь Варлока, например, тут где-нибудь бы пригодился, поскольку ни один этап подземелья не позволит вам долго стоять на одной точке. Ну и еще одна оговорка. Этот гайд записан на следующий день после старта подземелья, 10 июня 2020 года. Если ты смотришь это видео спустя месяц или несколько месяцев, то вполне возможно нашлись какие-то более полезные тактики или наборы снаряжения. Если будут какие-то критичные изменения, то я добавлю их в закрепленном комментарии. Но вот механика самого прохождения едва ли изменится. Итак, первый этап. Открытие подземелья, прямо как на рейдах, да. Тут вас просто познакомят с основной механикой, которая будет работать на протяжении всего прохождения подземелья. Механика завязана на освещении помещений. Есть тьма и есть свет. То есть темные и светлые участки локаций. И есть рыцари, убив которых вы выбиваете частицы, ровно как в гамбите. Частицы разные. Есть темные и светлые. Если вы убьете рыцаря, находясь при этом в тени, в темноте, вам выпадут темные частицы. Соответственно, когда вам нужно получить светлые, вам нужно убивать рыцаря, находясь на светлом участке комнаты. Подсказкой вам будут еще такие свечения по экрану, белое и черное. Также на локации есть специальные споты, лужи, которые также делятся на тьму и свет. Как вы уже успели догадаться, частицы темные заносим в темные лужи, но светлые в светлые. Для того, чтобы занести частицы, вам нужно собрать 5 одинаковых. После чего камера игрока переключится в режим от третьего лица. Добегайте до нужной точки и нажимайте кнопку выстрела. Тут не будет подсказки, типа прожмите кнопку И, чтобы внести. Вносите одну пачку светлых и одну пачку темных частиц. Переходите дальше и повторяете действия. Учитесь работать с этой механикой, привыкаете к ней. И дальше прыгаете наверх по уступам, добираясь до первого полноценного этапа. Битвы с первым боссом подземелья, фалангом Эха. Сражение с ним будет проходить на небольшой площадке с укрытиями. Я крайне рекомендую бегать по внешнему периметру за стенами, поскольку от атак рыцарей, да и самого босса, иначе скрыться будет тяжело. Сам босс поначалу будет неуязвим. На нем будет щит, который вам предстоит снять. Для этого продолжаем пользоваться тактикой с частицами тьмы и света. Споты для них находятся наверху, так что будьте осторожны, прыгая на самые открытые участки локации. Активировав все точки, начинается фаза урона по боссу. Отлично подойдет анархия или ксенофаг. После фазы урона, повторяем обряды с частицами и снова снимаем щит с фаланга. По большому счету босс довольно тонкий, и убить его особо не составит труда за одну-две фазы. Зато за него вы получите первую в подземелье награду. Либо пушку или шмотку из обновленного пула легендарок с уровнем силы выше вашего, либо часть из сета 9, который ранее был сетом испытаний 9, а теперь вот добывается в подземелье откровение. Забрав награду, встаем в центр локации и телепортируемся в новую. Пустоши. Огромнейшая локация, для перемещения по которой вы можете использовать свой сперроу. Ориентирами на локации станут светящиеся неоновые кольца. Вам нужно найти неподалеку от одного из них несколько очагов одержимых и уничтожить их. После уничтожения очагов появится маячок, типа того, что говорил с нами от лица Толланда в испытаниях дополнения отвергнутые. Он будет улетать в том направлении, в котором вам нужно двигаться, чтобы уничтожить другие очаги. После того, как вы уничтожите несколько таких точек спауна очагов, вам будет дано сообщение о том, что путь открыт. Ищите высокую розовую линию вдоль стены окружающей локацию, она окажется дверью к следующему этапу. Этот этап немножко потрепал нам нервы поначалу, однако сейчас я могу с уверенностью сказать, что это мой любимый этап за все подземелье. Назовем его куб. Вы попадаете в локацию, в которой верх это низ, а низ это верх. Любая сторона этой комнаты может оказаться как у вас под ногами, так и над головой. Вам нужно вращать ее, чтобы пройти этап. В центре комнаты висит большой металлический куб, который будет служить двигателем этого вращения. В основе этапа лежит та же механика с рыцарями и частицами света и тьмы из них. Убиваете их, подбираете частицы и... Тут очень важно, куда именно вам следует вносить частицы, поскольку на локации вы найдете несколько спотов, 4 если быть точным. Они могут быть все одной силы, допустим все тьмой, а могут быть разными. Но активировать вам нужно только один конкретный. Но как определить какой? Что ж, на сегодня схема такая. Когда вы начнете этап, потревожив Толанда, в центре комнаты он переместится на одну из сторон зала и зависнет на стене. По сути, он перейдет в центр другой плоскости этой комнаты и вам следует идти за ним, повернув локацию. Так что набрав 5 частиц, вы должны активировать платформу, которая находится ближе к той стороне, на которой зависает Толанд. По сути, это будет как раз платформа под его огоньком. Вы заносите частицы, параллельно отбиваясь от мобов, после чего большая платформа в центре зала начнет светиться, встаете на нее всей командой и перемещаетесь на ту сторону, которую вам указал Толанд. Затем смотрите, где он расположился на этот раз и повторяете все действия, следуя одной логике. В общем, вам нужно повернуть куб 6 раз, то есть побывать на каждой из сторон зала. Но рано или поздно вы столкнетесь с моментом, когда Толанд будет над вами, то есть он не будет висеть над какой-то из платформ, а окажется на противоположной стороне куба. Что ж, в таком случае вам нужно занести частицы в другую точку, чтобы повернуть куб на ту сторону, на которой вы уже были, а затем повернуть его еще раз туда, где Толанд был. Тут уж условия геометрии, куб придется повернуть дважды, проще говоря. Мы этот момент в команде назвали пропуском хода. Из советов на этот этап, я бы настоятельно рекомендовал делать все как можно быстрее, поскольку мелких мобов здесь будет спауниться в каких-то нереальных количествах. Отстреливайте их из гранатометов или пистолетов. Но куда еще более опасными окажутся снайпера, что появляются наверху. Следить за ними лучше тому игроку, кто возьмет снайперскую винтовку или горную вершину. И я до конца не уверен, но похоже, что снайпера эти появляются вновь после убийства каждого рыцаря, из которого вы выбиваете частицы. После того, как вы активируете последнюю сторону куба и окажетесь на ней, задача будет слегка изменена. Тут вам нужно будет избавиться от двух мини-боссов-центурионов. И на этом этап будет пройден. Получайте свой наградной сундук и прыгнув в одну из дверей, возвращайтесь в пустоши. Тут вы увидите большого парня, одержимого капитана падших. Он вас приведет к выходу, однако если вы никуда не спешите, можете исследовать локацию, найти проекции посланицы 9 и послушать интереснейшие диалоги с Китальца и Эрис и их рассуждения о ключевых событиях в истории игры и прошлых сезонов. Марс. Родина старейшего землянина во всей Солнечной системе. Ну и что вы пытаетесь нам этим сказать? Возможно, они наблюдают за Анной Брей. Да, и не они один. Я все жду, когда она займет его место. Вы-то тупицы, почему до сих пор на него никого не посадили? О чем ты? О персональном толчке ОК-Д6. О месте охотника в авангарде. Дверь на следующий этап находится там, куда вас привел келл падших. Этот этап выглядит просто невероятно. По сути, это классический джампинг пазл. Вы можете пропрыгать его по парящим платформам, что довольно просто, но долго и неинтересно. А можете воспользоваться своим Спэрроу и пролететь по этим ярким лентам, как по гоночным трассам из какой-нибудь трекмании. Веселитесь, падайте и добирайтесь до дальней платформы, которая отнесет вас дальше. Наконец, вы добрались до финального зала, в котором предстоит сразиться с главным боссом подземелья. Келл Эха. С тем самым, что вел вас через пустоши ранее. Эта арена уже не кубическая, а скорее пирамидоподобная. Вообще, выглядит так, словно мы внутри тех самых частиц пирамидок, что собираем на протяжении всего задания. Однако, как и на этапе с кубом, вам предстоит сменить ориентацию локации, для того, чтобы перейти к фазе урона по боссу. Давайте разберемся, как это сделать. Во-первых, забудьте о том, чтобы стоять на одном месте слишком долго. На локации практически нет безопасной позиции. Где бы вы ни находились, по вам либо ударит босс, либо доберутся мобы, либо зальют огнем рыцари. Во-вторых, несмотря на первое правило, если вы погибаете, ваш призрак оказывается всегда в одном месте, в точке спауна на локацию. Это сделано, потому что локация вращается, а значит, старайтесь все же всегда быть на досягаемом расстоянии от этой точки на случай, когда кого-нибудь из вашей команды убьют противники. Теперь прохождение. Три стороны, три проекции босса, которые пока что неуязвимы к урону. Вам нужно прогнать каждую проекцию, внеся нужный тип частиц в лужу перед ним. Убиваете рыцарей, собираете частицы, вносите в спот. Босс уходит с той стороны, а вместо него спаунится одержимый огар. Его фокусите в первую очередь после этого. Сторона без босса становится чуть более безопасной, так что можете немного сместиться к ней и чистить мобов, убивать рыцарей, чтобы прогнать другую проекцию. Рекомендую тут охотникам не жалеть стрел на связывание противников, а вот огров убивать лучше из специального оружия или вообще основного, оставляя тяжелое для босса. Огры очень больно бьют, но сами имеют довольно небольшой запас здоровья, так что сфокусировав огонь команды на одном из них, вы снесете его довольно быстро. Когда вы сделаете все правильно и избавитесь от трех проекций босса, в этом зале собирайте патроны, ждите ульту, если надо, и вставайте на центральную платформу. Она перенесет вас в новый зал, в котором проходит фаза урона по боссу. Тут включается новая механика, которая до этого не использовалась. Зал представляет собой череду парящих платформ, по которым босс будет от вас убегать назад. Сначала Келл встретит вас на самой ближней точке, тут он простоит довольно долго, так что постарайтесь внести как можно больше урона. Я жадничал, не давал стрелу в него, что было большой ошибкой. В идеале использовать для урона анархию, поскольку навесив ее заряды на большого парня, он будет получать урон даже тогда, когда будет перемещаться от вас назад. А у вас в этот момент не будет удобного момента для прямых выстрелов. Основная сложность тут состоит из трех факторов. Во-первых, дебаф, темная энтропия. Этот дебаф будет вешаться на вас и копиться. Накопив его до 10 зарядов, вы умрете. Вешается на вас этот эффект в том случае, если вы находитесь слишком далеко от босса. Обратите внимание, что вокруг босса есть некая аура, довольно большого радиуса. Вот в ее пределах вам и следует находиться. Так что по сути, фаза урона представляет собой бег с препятствиями за боссом. Второй проблемой станут атаки босса. Они не столько наносят урон, сколько добавляют проблем в движении. Дело в том, что его волны это порталы, которые будут перемещать вас назад по локации, тем самым лишая вас времени на урон. И выкидывая за пределы ауры, что сохраняет вас от смертельного дебафа. Укрыться от них за препятствиями не получится, так что вам нужно просто от них уворачиваться. Притом совет, не прыгайте в стороны, а отбегайте. Поскольку если портал все же накроет вас в прыжке, есть большая вероятность того, что он пульнет вас прямо в пропасть и убьет. Кроме того, иногда у меня получалось разбивать портал выстрелами с горной вершины, пару раз это не срабатывало, так что не стану утверждать, что это стопроцентный способ избежать атаки. Но имейте это в виду, пробуйте разбивать из горки. Ну а третья проблема, снайпера. Их тоже не стоит недооценивать и лучше всего доверить одному игроку со снайперской винтовкой снять как можно больше этих самых снайперов, заранее начиная с первой платформы. Как и на этой самой первой платформе, на последней босс останется дольше всего, так что добравшись до конца зала, также не жалейте ульту и хэви. Вносите максимальный урон, повторюсь, анархия отличный выбор для этой фазы, поскольку вам постоянно нужно быть в движении и времени для прямых атак по боссу будет немного. Кроме того, я не тестил, но кто-то советовал попробовать новый экзотический гранатомет в первый слот. Не уверен, но если он и правда тут работает, я обязан был об этом сказать. После того, как босс уйдет, вставайте на новую светящуюся точку, что переместит вас обратно в зал к трем проекциям, но уже на другую сторону. Пирамида подобная комната тоже вращается как и куб, помните об этом. Повторяйте процесс до тех пор, пока не убьете босса. Ну и кстати, когда мы первый раз проходили подземелье, у нас была еще одна дополнительная фаза. Не слышал от других игроков упоминаний о ней, но расскажу, чтобы уж точно не упустить ничего. Когда боссу осталось совсем немного здоровья, нас перекинуло в зал, в котором уже не было его проекций, а сразу было 3 огра. Я предполагаю это из-за того, что мы слишком долго дамажили босса. Но если у вас будет такая же тема, не теряйтесь, убивайте огров и просто перемещайтесь обратно в зал на урон по боссу. В награду вы получите еще один предмет из того же набора наград, либо часть сета брони от 9, а также часть сета брони от Дайта, который выглядит просто невероятно круто. Но, к сожалению, опять с кошмарными характеристиками. Что ж, на этом пока все. Повторюсь, гайд записан на следующий день после появления подземелья. Вероятно, затем, позже что-то изменится. И если такое произойдет, я добавлю новую инфу в закрепленном комментарии под видео. Надеюсь, тебе понравилось и помогло мое видео. Не забудь поставить лайк и подпишись на канал. Для меня это самая большая благодарность. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok